Черногорск Угольный бассейн был открыт и начал разрабатываться еще до революции. Сам Черногорский изначально был основан как рабочий поселок Черногорский Копи в 907 году, когда здесь была построена первая шахта Ермак. Отсюда отходили груженные углем баржи, а это энтузиасты первых пятилеток – черногорские стахановцы. Почетным гражданином города избирается старейший шахтер, один из первых стахановцев Константин Федорович Окунев. Миллионы тонн угля выдали на гора черногорские шахтеры. Новых трудовых успехов пожелал им генеральный директор объединения Красноярск-Уголь Виктор Александрович Гуськов. У тружеников села свои проблемы осенью, что называется, самый сенокоз. Погода в Сибири никогда особо не баловала, и сельским жителям приходилось иногда собирать урожай в совсем некомфортных условиях. Но были радости. Кавалер Ордена Ленина, механизатор с 35-летним стажем Никодим Моисеевич Романенко вышел в поле на юбилейном 500-тысячном комбайне Красноярского комбайного завода. Намолочены первые тысячи центнеров. Впереди самое трудное. Собрать все с поля, сохранить урожай. А в Хатанге традиционная навигация. На рейде этого северного города крайне редко приходят пассажирские суда. Но грузовые корабли в это время стоят на всех причалах. Заполярье запасается всем необходимым на долгую зиму. Рудольф Иванович Глухоньков. Капитан. Плавал он и в теплых морях. Видывал разные страны, когда ходил простым матросом на морских судах. Но якорь свой надолго бросил здесь, в далеком северном порту Хатанга. Мал буксир. Но не обойтись без его помощи и огромному сухогрузу и тяжелой баржи. А для капитана это родной дом. Ведь они вместе уже четверть века. Маленький буксир под названием «Полюс» и его капитан. Рудольф Иванович Глухоньков. А еще героем хроники 83-го года стал Николай Попов, человек редкой профессии стеклодува. Много лет Николай Александрович готовил сложные конструкции для горняков и химиков в научно-исследовательском институте СИП «Цветмедпроект». А в свободное время отдавал своему увлечению. Создавал удивительные подсвечники, вазы, забавные фигурки, зверей, цветы. Стеклодува во все времена товар штучный, равно как и то, что они делают своими руками. Не право о вещах те думают шувалов, которые стекло чтут ниже минералов. Так Ломоносов писал о чудесных свойствах стекла. Наталья Кичина, Новости ТВК Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова